Вы знаете, очень необычная, впервые у меня снова лекция, которая называется «Подобный образ», потому что всегда есть какая-то специфика. Я занимаюсь исследованием архитектуры этого периода, достаточно много лет, но в данном случае мы поговорим сегодня о том, что такое архитектура авангарда, советского авангарда, но в большей степени лекция будет посвящена не тому, что это за архитектура, а что с ней происходит в настоящее время, быть или не быть. Ну, это говорит о том, что она есть, но находится, мне кажется, на грани исчезновения. Можно было бы назвать лекцию даже по-другому, можно было бы назвать ее «Жизнь после жизни», то есть это было, а что с ним происходит сейчас. Можно первый слайд. Если мы посмотрим первые кадры, то мы видим много знакомых, даже если в аудитории присутствуют не архитекторы в основном, то есть такие картинки, которые очень хорошо всем знакомы. О каком периоде идет речь? Это период 20-й, это 20-й век, послереволюционный период, начало 20-го года. Если говорить о самой архитектуре, а не о проектах, вот перед вами знаменитый проект архитектора Таклина, так называемая знаменитая башня Таклина или проект третьего интернационала. Конечно, не был он реализован, этот памятник должен был быть построен около 400 метров высотой, и здесь вот в очень странной композиции на самом деле располагается 4 гигантские аудитории, которые должны были вращаться с разной степенью в различный период. Но этот объект, он датируется 19-м годом, 1919 годом, он оказал огромное влияние на развитие архитектуры мировой и отечественной в том числе. Значит, если говорить о постройках, то период само искусства авангарда, искусство авангарда не обязательно связано с периодом, с революционными событиями и с тем, что получилось с приходом советской власти. Потому что искусство авангарда начинает появляться в России дореволюционный период и достаточно назвать одно имя Малевича, чтобы понять с черным квадратом, который он вышел в свет. Это десятые годы, десятые годы 20 века. После революции активно начинает развиваться и искусство, и архитектура. Архитектура немножко запастывала в этом смысле от современного искусства по ряду причин, объективных причин, потому что она все-таки связана с неким материальным воплощением идей. И в отличие от художника это все гораздо сложнее, просто потому что дороже. Сама архитектура этого периода... Сама архитектура этого периода... Проекты появляются в начале 20-х годов, где-то в 22-м году. Строить начинают, наверное, где-нибудь с 25-го, с 26-го года. Ну, может быть, с 25-го. И все заканчивается где-то в 32-м, 33-м году. Почему я расскажу позже. То есть период, в принципе, период стройки был, период идей около 10-ти лет, а период стройки и того меньше, лет 7. И при этом мы можем говорить вот о том, что... Вот если говорим об отечественной архитектуре, то за всю тысячелетнюю историю мы можем гордиться и полноценно говорить о том, что это наше, и то, что вызывает большой интерес на Западе. Ну вот мы можем говорить только о двух периодах. Это древнерусская архитектура, то есть средние века, и период авангарда. Но если там средневековая архитектура, это несколько сотен лет, то здесь период вот такой совершенно крайне ограниченный. И при этом такие результаты. Но вот есть сведения, которые я, честно говоря, сам не проверял, уже я не видел, но говорят, что в музее архитектуры в Лондоне разные страны представлены различными постройками. Ну, как бы различные... Вот вся тысячелетняя история России представлена всего двумя объектами. Дореволюционный период – это собор Василия Блаженного, хорошо всем знакомым, да, на Красной площади. А после революционный период – это театр Горького Ростоля-на-Дану. Вот такое значение имеет эта архитектура. И, честно говоря, вы знаете, мы еще несколько лет назад мы знали ее, может быть, даже меньше, чем на Западе знали. И ценили ее гораздо меньше. И, в общем, благодаря, прежде всего, такому столку исследователю этой темы, Хан Магомедову Селиму Амаровичу, эта тема была сдвинута. И выяснилось, что мы обладаем огромным наследием. Перед вами проект, я просто буду называть имена, хорошо знакомые архитекторам, которые знакомы архитекторам не только нашим, но и за рубежом, которые оказали влияние. Здесь, конечно, взаимное влияние. Запад оказывал влияние на архитектуру, потому что наши очень хорошо читали журналы, и наши сами издавали новые, участвовали в конкурсах. Страна была очень открытая в тот период, вот до начала 30-х годов. Поэтому приезжали строить у нас архитекторы сюда. Во-первых, звезды первой величины, скажем, Ле-Корбюзье, отмечен постройкой в Москве, точнее постройкой, если так сказать точно. Активной работой с нашими конструктивистами. Это вообще архитектор, да, который можно назвать, ну, либо один, ну, вообще он, по-моему, считается даже самым знаменитым архитектором 20-го века. И десятки, сотни, тысячи архитекторов, специалистов из-за рубежа, там, связано со многими причинами, в том числе с кризисом, который был в 20-30-е годы во всем мире, в Германии в том числе, они приезжали работать в Советскую Россию. Вот «Братья Веснины» конкурсный проект на строительство зданий акционерного общества «Акос». И если мы вами вспомним, какая архитектура, как архитектура выглядела до революционного периода, мы все хорошо знаем, мы с вами находимся в историческом городе, вы знаете, как она выглядит, и мы очень ценим эту архитектуру, то появление вот такого вида, оно было, конечно, крайне радикальное. То есть это был действительно революционный прорыв в архитектуре по всему, по подходу к функциональным процессам, к типологии зданий, и, прежде всего, конечно, к форме, к внешнему виду. Это радикально отличалось от всего того, что было раньше. Следующее. Тоже «Братья Веснины». Проект здания «Ленинградская правда» 1924 год. Вы видите, это похож на многоэтажный ларек. Вот такая легкая пространственная конструкция, артистически сделана с точки зрения формы, но он остался просто проектом. Мы сейчас говорим о проектах. Илья Голосов. Еще один проект Ильи Голосова. Николай Ладовский с проектом памятника Кристофору Коломбу. Знаменитый. Ну, мы говорим о том, что вот, знаете, поразительная вещь. Сегодня здесь вот было у нас, мы как бы говорили о науке, образовании. Постоянно мы говорили что-то вот о каких-то связях России и Запада, какие-то параллели приводили. Вот просто представьте себе маленький пример, чтобы понимать, какого уровня генерировались идеи в то время. Вот пока все, что я вам показывал до этого, это были проекты. Ну, проекты реальных архитекторов. Причем архитекторов, которые получили образование до революции. Они имели прекрасно... Многие из них были даже академиками. И вот они переходят на эту Кангу, перестраиваются практически все, кроме, может быть, Ивана Желтовского и там еще вот каких-то единиц. Те остальные переходят на эти новые рейсы. И возникают совершенно новые идеи. И причем возникает целый веер группировок различных, которые каждый излагал свои собственные взгляды. Конструктивисты, вот, Веснины, и они принадлежали к конструктивистам. Ну, архитектуру советского авангарда еще называют архитектурой конструктивизма. Может быть, вот это более как бы известный такой термин, более расхожий. Но это не совсем правильно, что конструктивизм был одним из направлений в архитектуре, в архитектуре авангарда. И вот помимо вот этих мощнейшего потока, генерированных вот творчеством этих людей идей, у нас начинает развиваться, мощно развивается архитектурное образование. И вот здесь, на этом пути, возникала поразительная вещь. Мы имели в этом, на этом поприще такие достижения, которые, представьте себе, студенты, то есть то, что происходило. Ну, во-первых, эти же архитекторы, Веснины, там, Голосов, Мельников, они имели свои мастерские во Хутимасе, это московский, сейчас это московский архитектурный институт. И они имели свои мастерские, поэтому понятно, что они приносили эти идеи, но там возникали такие результаты, которые оказывали свое влияние не только на практику строительства. Можете себе представить, чтобы сейчас студенты своими работами оказывали влияние на практику, на существующую практику, но более того, они во многом предопределили, предвосхитили пути развития мировой архитектуры. Вот в данном случае перед нами знаменитый проект Ивана Леонидова, молодой конструктивист, 27 лет, по-моему, он защищал свой дипломный проект Институт библиотековедения в Москве имени Ленина, или Институт Ленина, так его еще называют. Этот вот во всех учебниках по современной архитектуре западных, если вы его откроете, везде будет этот проект. Это дипломный проект студента. Следующий проект, обратите внимание на это, это дипломный проект Крутикова с темой «Представьте себе летающие города». Вот тема была настолько провокационная, то есть вот даже комиссия не знала, что с этим делать, они поставили ему пять, вопросов никто не задавал, потому что знали уже, что это будет. И он выставляет вот этот вот диплом, вот такой, там много, несколько, много есть изображений, в данном случае я просто показываю, бегло прохожусь по этой кольне. И он выставляет вот такой свой проект. Вот таких идей было масса. Но это мы говорили о том, что, как бы, о проектах и об образовании. Следующие проекты можно посмотреть, это вот один из первых проектов, когда на мировую арену вышла наша архитектура. Константин Мельников, наш знаменитый, если не великий архитектор 20-го века, наш отечественный архитектор, который делает павильон СССР на Всемирной выставке в Париже в 1925 году. Весь, кроме него или Бердюзье, по-моему, может быть, тюнить проекты, все остальные страны представлены такими традиционными, экологичными постройками. Он делает совершенно такое, нечто совершенно новое, абсолютно необычное по пространству организованное вот такую постройку, легкую этажерку, провязанную диагональной лестницей, разрезанную на две части. И наша архитектура, можно сказать, зазвучала, ну, примерно, может быть, с этого периода начинает звучать по всему миру. Вы упомянули архитектора СССР. Разве его влияние тоже после мавзолея не ощущалось? Или это другой период? Знаете, Буй сейчас СССР у нас и не раз. Это следующий кадр, тоже это фотография его постройки Мельникова. Дальше. Константин Мельников, клуб имени Русакова в Москве. Его недавно как-то отреставрировали в какой-то степени. Тоже знаменитый метро Сокольники, знаменитый объект этого периода. Следующий. Знаменитый дом самого же Мельникова. Это личный дом его в Приварбатском переулке в Москве. Он, там, здание состоит из двух цилиндров, но это место поклонения всех архитекторов, всех, кто пребывает в Москве. Как правило, кто, конечно, хоть как-то уважает авангард, всегда приходит в этот переулок, зайти посмотреть на его дом. Нет смысла комментировать внешний вид этого здания, насколько он радикально отличается. Времени нет просто останавливаться на таких деталях. Он существует до сих пор? Да, он существует до сих пор. Сейчас там были долгие, сложные отношения с собственностью. По поводу этого здания он, конечно, заслуживает того, чтобы быть музеем. И, скорее всего, к этому все идет. Следующий. Знаменитый наркомфин, я потом покажу, Моисей Динсбург. Тут имена надо называть в Москве. Здание, жилой дом наркомфина. Следующий. Это он же. Мы, конечно, можем сейчас... Это комбинат «Правда». Пантелемон голосов. Он отметился во многих городах. Постройки, в том числе, в Ростове тоже скажут. Сейчас, может быть, эта архитектура нас ничем не удивит. Мы скажем, ну вот здесь рядом есть, на этой улице, находится такое же здание, очень похожее. Скажем, там общежитие или... Что вы видите здесь, было построено на 60 лет позже, чем вот это было осуществлено. Следующий. Здание газеты «Известия» в Москве. Следующий. Это Бархин. Это был Григорий Бархин. Иван Фомин. Следующий. Вот опять, значит, один из братьев Голосовых. Я упоминал Пантелемона Голосова. Это Илья Голосов. Клуб имени Зуева в Москве. Следующий. Вот. Это то самое здание, о котором мы сейчас говорили. Это Алексей. Алексей Ищусев в Москве. Здание «Наркомзем». Следующий. И, конечно, хорошо известный многим людям, в том числе, ростовчанам, театр Горького, театр имени Горького в Ростове, автор Ищупо и Гельфрей. Вот Ищусев, Ищупо – это все академики архитектуры до революционного периода. Вот они начинают создавать архитектуру вот такого вида. Можно следующий кадр. Это очень редкий кадр Бориса Игнатовича, фотографа. Он ровесник Родченко, наш советский фотограф, который вот приезжал в Ростов, сфотографировал вот такой… Вы видите, как это… Это совершенно необычная авангардная архитектура. Она, конечно, великолепно снята. Потом оптимизмом… Ну, все пронизано. И вот вроде все так замечательно. И вдруг мы говорим о каком-то… Что же за страшное событие произошло, которое вдруг все это прервало в начале 30-х годов. Ну, для исследователей архитектуры достаточно всем хорошо известно, что в начале 30-х годов произошел волевой поворот советской архитектуры от авангарда к, как называемому, освоению классического наследия, что вылилось в архитектуру, которую у нас, ну, как бы, среди людей принято называть сталинской классикой. Целый ряд причин был поворота этого. Он сопровождался ломкой всей этой структуры, всей структуры и проектной, и образовательной. Все мастерские были, фактически, были закрыты, и всех собрали в единый союз архитекторов, который уже там как-то делился на определенные… ну, на какие-то мастерские. Было четко дано указание о том, что советская архитектура должна следовать под путем освоения лучших достижений классического наследия и истории. Это было действительно… вот считается, есть такое расхожее мнение о том, что… Ну, вот, все понятно. Все шло до 32-го года, потом Сталин своим волюнтаристским решением вместе со своими помощниками сделал вот так. Ну, вот, собственно говоря, на это можно сказать, вот, как бы так, первая смерть… Первая смерть советского авангарда. Но, на самом деле, остались же материальные следы. И мы сейчас с вами посмотрим… И причины вот этого перехода, они, на самом деле, намного сложнее. Вы сейчас видели очень красивые картинки. Я вот могу вас разочаровать, что дальше ничего красивого мы с вами больше не увидим. Поэтому, вот, кто вот этим удовлетворился, можно закрыть глаза или уйти, потому что сказать, все, дальше пусть у меня останется такое впечатление об авангарде. Давайте посмотрим, что происходило на самом деле. Процессы были гораздо более сложными. Можно следующий карт. Это здание… Я сейчас покажу несколько таких знаковых зданий, общественных зданий, да, потому что мы с вами смотрели самое лучшее. Мы смотрели то, что было построено там, как правило, столицей, либо столичными архитекторами, было построено с очень крупным, большим влиянием денег, вливанием денег в эти какие-то… в осуществлении этих зданий. Это многим уже хорошо известен совхоз «Гигант» в Ростовской области, Сальский район. Был построен за несколько лет. Это была знаменитая стройка советская. И сопровождалась она тоже с замечательным строительством. Есть общие панорамные кадры, на которых все выглядит очень красиво. Когда мы начинаем приближаться к самому зданию, видите, увеличенный кадр. Посмотрите, в каком состоянии здание. Вот такое впечатление, что ему, ну, такое лет пятьдесят. На самом деле, это кадры начала тридцатых годов. То есть, ну, два-три года. Качество строительства настолько низкое. И, может быть, некоторые архитектурные решения тоже несколько настолько странные, что сразу задаются вопросом, можно ли это назвать авангардом. Имена могут быть те же самые, которых мы называли. Здесь, вот, возможно, к этому объекту имел отношение Пантелемон Голосов. Автор, ну, скажем, к нашему региону, автор больницы. Центральной городской больницы в Ростове-на-Дону. Которая сейчас является памятником архитектуры. Его случайно не снесли, но это совершенно другая история, почему-то произошло. Следующий кадр. Вот, смотрите, характернейший план конструктивистского здания. Это школа в Ростове-на-Дону. Круглая площадь. Круглая площадь. Круглая площадь. Красный город-сад. Это планировка. Значит, 20... 20... 20... 30-31 год. Она была построена. Здание вообще похоже на самолет, на корабль. Точно тема была такая актуальная. Специально этого не делали. Но, как правило, с планов всегда это считывали. Великолепное, планировочное, функциональное решение. Видите, какое гигантское здание. Ну, в общем, эту фразу видно, что это современная конструктивистская постройка. Вот очень редкие кадры. Она не сохранилась. Во время войны она погибла. Ее разбомбили немцы. И после этого восстанавливать не стали. Может следующий. Вот, посмотрите, это главный фасад этого здания. Ну, вот, при всем том, что я занимаюсь авангардом, я его очень люблю. И поэтому на все смотришь через призму вот этой любви. Знаете, вот, если так характеризовать, что за образ у этой архитектуры, не зная, что это за функция первоначально. Я не знаю, на что это похоже. На крепость. На бойницу. Вот, крепость, бойницу, тюрьму. Вот, вы знаете, мне что-то тоже, как ни парадоксально, вызывает вот ощущение, что это либо тюрьма, либо промпредприятие какое-то. Но это школа. Следующий. Причем очень известных ростовских архитекторов. Ну, здесь просто этот фасад, крыло, которое мы с вами не видели. Здесь мы не видим качество строительства, потому что близко подойти не можем. Но примерно понимаем, что за образ. Дальше. Это школа Ростов-на-Дону. Это тоже Ростов-на-Дону. Поселок Ростов-на-Дону. Школа гигантная. И несуществующая. Эта школа была... Ее более 2800 человек, учащихся, по-моему, в ней помещалась. Поэтому, как только ее построили, сразу разделили на две части. Сейчас это 20-я и 75-я школы. Они... Две двери рядом находятся. Здание настолько большое, что его разделили. Но выглядит он совершенно по-другому. Почему? Я скажу позже. Вот посмотрите тоже внешний вид. Следующий. Это она же изнутри. Ну, как-то немножко мрачновато. Причем это, смотрите, современные кадры. Сейчас пойдут современные кадры, а они все... Я специальных выбирал, которые фактически без перестроек. То есть вот так же было, скажем, 70-80 лет назад. Следующий. Знаменитый тоже... Я назвал совхоз-гигант. А следующий совхоз очень известный. Построен зерносовхоз. Знаменитый того периода. Это зернограб. Он очень опытный. Зерносовхоз номер два назывался. Этот наш ныне действующий, ныне существующий населенный пункт. Около 20 тысяч человек сейчас там в нем проживает. И вся его центральная часть вся застроена вот в такой архитектуре авангарда. Я специально опять же выбрал этот кадр. Не тот, когда его только построили издали. А вот как это выглядит. Причем, знаете, это архитектор Пантелеймон Голосов. Тот самый, который построил комбинат «Правда» в Москве, я показывал. Который сделал массу построек. Замечательный в том числе и наш ЦГБ в Ростове-на-Дону. Видите, какой внешний вид. Они, естественно, существуют, общежития. Причем, самое интересное, что они примерно так и выглядят сейчас. Следующий. Это тоже Ростов-на-Дону. Поселок Сельмаша. Клуб, который, разве, был уничтожен во время войны. И, опять же, возвращаясь к образу, вы понимаете, что у меня это вызывает ассоциации с промышленной архитектурой. Ну, в лучшем случае. Такой крупной формы, понятно. Но это не то, что мы привыкли в представлении, что такое клуб. Следующий. Это уже Свердловск. Фотография из вышедшего недавно путеводителя по архитектуре «Авангарда» Свердловска. Это уже лаборатория на одном из промышленных предприятий. Кадр датируется началом 30-х годов. Вот в этой же книге помещен следующий кадр. Помещен кадр рядышком соседней, современного состояния. Видите, они выглядят одинаково. Это говорит, что он так построен был, что вот перед такими подтепками такое ощущение, что это здание тоже лет 40 эксплуатировали. Следующий. А вот теперь мы поговорим. Знаете, надо было здесь вот быстро посмотреть классно, потому что это уже не для слабонервных. Мы говорили сейчас вот об общественных зданиях. Не всегда было больше вложений денег. А еще была массовая застройка. Жилая. И вот эту архитектуру, когда начали критиковать, а ее начали критиковать сразу в начале 30-х годов, как только произошел поворот, ее начали ругать коробчатой архитектурой. Ну и ругали ее до самого конца. Собственно говоря, это все заканчивается со смертью Сталина. Очень быстро потом приходит к власти Хрущев. И в 1950-1955 году выходит постановление о борьбе с архитектурными излишествами. И происходит обратный поворот. Опять к архитектуре, ну не авангарда, а к архитектуре модернизма. Так ее тоже можно называть. Потому что если мы будем говорить о общемировых процессах, а они во многих странах параллельные происходили в 20-30-е годы, то это называлась либо современная архитектура, либо то же самое архитектура модернизма. И вот в этот период, именно в Сталинске, его называли коробчатой архитектурой. Ну и вроде бы понятно, что идеология во всем виновата. И мы вот этот стереотип всячески поддержим. Давайте посмотрим. Это здание тоже в Ростове-на-Дону, улица Седова и около Журавлева. Жилой дом. Я сейчас показываю один из самых выразительных примеров. А местные жители его называли Бастилия. Не знаю как сейчас. Это совершенно не случайно. Из-за маленьких окошечек, бойницы, их тут плохо видно. А туда выходят туалеты, кладовки и так далее. Все это выходило прямо на улицу. Немыслимый факт, прием для классики. Совершенно распространенный в конструктивизме. Следующий кадр. Это вот фрагмент этого же дома. Ну мы привыкли, все-таки дом должен быть, а вот какой должен быть, понятно. Вот как все-таки вот то, что люди обычно ценят, 70% населения ценят, чтобы это было, чтобы это имело какой-то исторический облик. Вот если у нас спросить, какие самые ценные здания будут говорить, скажем там, ну это конечно то, что одето в какие-то классические надежды. Есть абсолютно рационализм, суровая архитектура, но на самом деле в этот самый период началась индустриализация и была тотальная экономия всех дефицитных стройматериалов. Особенно металла и цемента, потому что все шло на строительство завода и предприятий. Следующий кадр. Район Сельмаша. Это уличный фасад. Смотрите, те же самые окошки, о которых я говорил. То есть он оформлялся только так, как вот есть функция, и вот какие надо окна размеры, такие они будут. А все, что касается улицы, это никого не интересует. Следующий. Это тоже самое, это фрагмент Сельмаша. Следующий. Вот то, что я сейчас показываю, это все фрагменты архитектуры исторического центра, центрального части, там, крупного города. Это не какие-нибудь рабочие окраины, а это архитектура в данном случае тоже. Это район Ростов-на-Дону, в районе нынешней театральной площади театра Гонького, район Ботников. Причем строились не только совершенно необязательно для рабочих. Следующий. Здесь жили люди совершенно разного уровня обеспеченности. В том числе и руководители строили, жили примерно в такой же архитектуре. Следующий. Это Сельмаш. Дальше. Какие-то фрагменты, это выхваченные фрагменты, где фактически все, это флошные артефакты. Балконное ограждение, ну кроме вот этого навеса. Кирпичная кладка, все родное. Вот. На Западном, на Староке Рознадарском, ну почти такие же. Почти такие же, но это скорее всего уже период 60-е. А это вот видите, ну они выглядят как хрущевки во многом. Они вот этот наобицательный термин очень негативные. А выглядели вот так. Следующий. Опять же, это самая центральная часть квартала табачников. Здесь, между прочим, жили не только рабочие, но и руководство табачной фабрики. Это в район Борошиловского и Красноармейской. Следующий. Это он же только Садваров. Дальше. Еще один. Это в район улицы Мечникова в районе Апа. Института окружерства и педиатрии. И так называемые знаменитые 18 домиков. Они уже какие-то пропали в войну. Некоторым они рухнули в 90-е годы. Просто упал. Там было экспериментальное жилье. И качество было крайне низкое. Следующее. Вот. Это Лермонтовская улица. Это я все говорю о центре. Следующий. Это тоже. Это Верхнедольная. Тоже центр города. Дальше. Вот это вот, как правило, вот такие ряды не показывают. Всегда показывают некую идиллию. Вот из лучших достижений авангарда. А потом показывают. А вот это было вот 80 процентов. Примерно можно сказать, что было построено вот так. А вот здесь дома уже пошли подороже. Они штукатурены. Это действительно. Это уже был материал такой. Не рациональный кирпич, а штукатурка. Это тоже. Гвардал. Следующий. Еще один из домов тоже хорошо известен. В районе Комсомольской площади. Очень необычная здесь планировочная структура. Третий этаж надстроен. А вот квартиры двухуровневые. Даже практически трехуровневые. Вот вход к квартиру отсюда. Здесь была первая комната. По лестнице. Дальше поднимались еще один уровень. И еще где-то. Так называемые там хаусы. Блокированные дома. Личайший случай. Вот. Из-за осуществленной архитектуры. Но внешний вид вы видите. Следующий. И это тоже район Неапа. Тоже район. Это штукатуренные здания. Речь о том, что процессы были намного сложнее. И эта критика, которая удостаивалась архитектурой этого периода. Во многом была справедливой. Тут еще момент какой. Что в этом времени какой-то жирок начал появляться у страны. Появились какие-то деньги. И об этом говорили там. В том числе и профессиональной прессе. У нас появились деньги. Мы стали богаче. Мы можем строить лучше. Но этот вопрос же разный. Что такое лучше. Понимаете. Ведь если мы можем качество связывать именно с историческими формами. Следующий кадр. Вот. Тут нужно поговорить. Вот. О самой этой архитектуре. Насколько кратикально. И поговорить о культуре. Вы знаете. Это свойственно. Я всегда считал. Вот как в долгий период считал. Что это особенности нашей национальной культуры. Любовь к историзму. К историческим формам. Том прочитал в одном журнале. Это была статья. Переводная статья. Из английской прессы. Тридцатых годов. Начало или середины тридцатых годов. Где их местные архитекторы седают на то. Что 70 процентов. Населения. Обывателей. Английских. Предпочитают классическую архитектуру. И не понимают архитектуру современную. Самое интересное. Что если мы сейчас с вами. Устроим опрос на улицах. Любого крупного. Российского города. Я думаю. Мы получим те же самые результаты. Если не меньше. Если не хуже. И если мы с вами там. Скажем. Посмотрим. То же самое. Между прочим. В Соединенных Штатах. Я был на лекции одного. Американского архитектора. Который говорил. Что по-моему. Он в Калифорнии. Он говорит. 70 процентов того. Что у нас строится. Вот такие же цифры назвал. Это абсолютно традиционные дома. Всем хорошо известные. С какими-то историческими деталями. Поэтому. Понимаете. Сама эта архитектура. Она в этот контекст. Она попадала в культурный контекст. Как вот некий инопланетянин. Обратите внимание. Это вот. Это Калмыцкие степи. Здесь вот юрты. И рядом возникает здание вот такой архитектуры. Это какой-то просто космос. Совершенно непонятно. Что оно там делает. Это был абсолютный разрыв шаблона у населения. Они хотели видеть другого. Когда они шли в рабочий клуб. Они хотели видеть, чтобы это было похоже на клуб. И то, что называется дворцом. Там дворец труда. Он должен выглядеть как дворец. Следующий кадр. Хорошо известный только что я показывал театр Горьба. Посмотрите в каком контексте. Это период строительства. То же самое. Все еще в этом контексте. Такое впечатление, что он приземлился. Опять же. Это что? Некий инопланетный корабль сел здесь. Он здесь побудет. Сейчас улетит. Следующий кадр. А вот это вот тоже самое. Хабер принес. Это из этой же области. Посмотрите еще. Какими средствами все это строилось. То есть это действительно шедевр. Шедевр архитектуры. Авангарда. Театр Горького Ростойного. Посмотрите каким образом он устроился. И его построили там. Скажем в тридцатом году состоялся конкурс. В тридцать пятом году его уже открыли. Даже по нынешним нашим возможностям технологическим. Это тоже очень быстрый срок. Следующий кадр. Вот. Эта вторая часть моего выступления. Она как и называется. Можно назвать ее вторая смерть Авангарда. Что произошло? То есть было построено. В любом случае. Были выстроены. Огромное количество останий. Были конечно достижения. Дело нужно не только в качестве. Потому что скажем. Вот скажем район. Упоминаемый мною. Район Тельмаш. Он. Вот. На самом деле. Его нужно ставить на охрану. На. Ну как его. Что ставить на охрану? Это безусловно. Памятник архитектуры. Бедостроительного искусства 20-х годов. Но если. Ну что ставить? Ведь предмет охраны должен быть. Прежде чем здания поставить на охрану. А если мы поставим все эти здания. Это будет недоумение вызывать у всех. У жителей. У министерства культуры. Да и может быть у самих исследователей. Есть. Вот такие вещи. Которые. Как бы. Безусловно. Достижения были. Значительнейшие. Я сейчас просто говорю о вещах. Почему. Происходили. Произошел этот поворот. Великая Отечественная война. И. Конечно. В городах. Которые пострадали. Очень сильно. Вот. Вот. От бомбардировок. От оккупации. От военных действий. Один из них. Ростов-на-Гной. Тот же самый. Театр Горького. Посмотрите. В каком он состоянии. Что происходит. Здания начинают восстанавливать. В период. Послевоенный. А я сказал. Что вот. Палата. Сталинская архитектура. До середины 50-х годов. Она главенствовала. Соответственно. Именно в этот период. Восстановление городов. И большие достижения. В этот период. В том числе. Городостроительности. Его. Городостроительные. В области архитектуры. Но. Если. Страдало. Конструктивистское здание. И его. Восстанавливали. Уже. В совершенно других формах. Вот. Следующий кадр. Посмотрите. Это. Проект. Проект. Это. отмывка, проект восстановления реконструкции театра Горького в Ростове ему страшно повезло потому что действительно, ну кто-то скажет это гораздо красивее теперь но на самом деле, как памятник авангарда ему страшно повезло, потому что он просто дотянул до хрущевской оттепели и потом под руководством того же Гельфрея, Хощуков уже умер к этому времени, здание восстановили, все-таки это уже был период хрущевского модернизма, его восстановили ну почти в том же виде, как он был следующий кадр, здесь можно довольно быстро смотреть это Лен-Дворец опять же, в Ростове-на-Дону вот так он выглядел до войны, а вот следующий кадр так, как он выглядит сейчас, при восстановлении следующий кадр здание главного корпуса Ростовского института инженеров путей сообщения ныне ГУПС вот так он выглядел до войны а после войны он стал выглядеть вот так так, следующий кадр не достроен был до войны знаменитым архитектором Ильей Голосовым в Ростове-на-Дом Советов его не успели достроить но он был выглядеть вот так вы знаете, вот есть фотография в газете Молот было, где его привезли этот макет и презентовали его и там за 2-3 дня, в общем, 3000 человек было пришло, посетило и вот журналист сфотографировал значит, посетители ну, представьте, как в 20-е, 30-е годы выглядели ну, просто по стилю одежды они там не то, что бедно как-то одеты и вот рядом они стоят есть такой кадр и рассматривают этот объект такое впечатление, что разница в фотографиях вот правая часть, где располагается макет и левая часть, где располагаются люди такое впечатление, что между ними 100 лет разница настолько вот это было радикально новое и вот как здание это выглядит сейчас и оно прошло всю сталинскую эпоху и уже ушел хрущевский модернизм поэтому здесь уже микс такой между модернизмом и вот как бы сталинским ампиром но здесь нет ничего общего от авангарда следующий я хотел сказать, что это вот было это первое а второе, это то, что вот как эти здания живут, жили все последующие все последующие годы проблема реставрации сохранения исторического наследия она у нас крайне актуальна абсолютно для всех городов в стране и в том числе для столицы в Питере, в Москве и что касается самых небольших населенных пунктов представьте себе, что фактически вот если мы говорим о реставрации да, потому что любое здание требует реставрации это не капитальный ремонт не применяется термин капитальный ремонт не применяется термин реконструкция то, что мы видим часто что происходит во всех городах в том числе в Москве когда сносится здание и строится какой-то новодел это не реставрация реставрация это нечто совершенно другое где стараются сохранить максимальное количество подлинных элементов вот единственный пример авангардной модернистской архитектуры этого периода это выбор недалеко от Питера архитектор Альвара Алта он финн в состав Финляндии тогда входил этот город он проектировал всемирно известный архитектор вот его отреставрировали можно полистать дальше изнутри и снаружи вот фактически это можно видеть реставрации представьте себе единственный пример следующий тут можно довольно быстро по всем по ним пройтись детали сохранили ну по многим фасад был отлично отреставрирован дальше интерьер тоже фрагмент интерьера тоже интерьер а вот так выглядит архитектура в основном она выглядит сейчас вот так это не что-нибудь это Москва и это Моисей Гинсбург один из ведущих архитекторов этого периода архитектор-функционалист знаменитый дом Марком Фина он памятник и сейчас есть проект реставрации его и так далее посмотреть в каком он состоянии какая разница вот так как он выглядит сейчас дальше это его фрагменты вот вы видели фотографию в начале и голоса этот клуб имени Зуева вот посмотрите в каком состоянии он действующее здание оно же не заброшенное самый центр Москвы в район белорусской станции белорусской следующий вот это братья Веснины лидеры конструктивизма санаторий горный воздух в Сочи он сейчас существует давайте посмотрим дальше как он выглядит так как там сейчас военная часть он как-то его поддерживают но вы видите здесь все застегнили и это тут общая беда следующий кадр и по деталям можно посмотреть что это вот вы сильно бы удивились если бы попали бы это памятник архитектуры в чем они стоят на охране следующий вот здесь тоже есть без комментариев а это пусть будет да это вот опять же Алексей Щусев санаторий отель санаторий в Сочи в Сочи Мацеста в 27 году был этот проект сделан совершенно современное здание прекрасно оформлено внешне в чем это такой выразительный сочный конструктивизм так можно его назвать не конструктивизм а вангард следующий кадр это вот фрагменты этих фотографий довольно много это вот как только здание построили теперь посмотрим современное состояние несколько кадров это еще это объяснено еще повезло дальше еще вы знаете такое впечатление что здесь вот вот в этих вот что это на самом деле все это инсценировка здесь сейчас будет вот Тарковский снимать свой сталкер вот тут примерно вот такое впечатление у этого здания территории они находятся на балансе они чьи-то но состояние вот такое причем самое интересное что вы знаете вот дальше можно следующий кадр самое удивительное что здесь все подлинное вот она сейчас лежит вот так вот гниет там 20 лет но здесь оно не перестроенное и его не отреставрировали в кавычках как сейчас принято мы можем видеть здесь артефакты какие-то подлинные детали дальше 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 это это уже Кисловодск отель отель санаторий или просто санаторий НКВД тоже построен в начале 30-х годов архитектором Мироном Миржаном вот сейчас следующий кадр вот так у нас огромный санаторий который в 50-е годы тоже после войны выглядел вот так это он же как бы без изменений было дальше а вот теперь посмотрите это кадры вот современный человек которому удалось туда попасть потому что это охраняемая территория он пустой но никуда не пускают потому что ведомственные санатории и вот так по всей стране в подавляющем большинстве случаев дальше а зачем их реконструировать сносительно выстроить какой смысл ну там уже грязь ну что там ну можно это не подход к реставрации вот к сожалению это распространенный очень такой подход потому что ну мы можем сказать что я могу привести пример ну знаете вот Физанская башня она тоже не очень в хорошем состоянии вот наше министерство культуры точно приняло бы решение ее разобрать но она же опасность реставрации да и сделать новую можно из пластика она гнить не будет вот примерно вот я сейчас про реставрацию говорю вот так у нас проходит но есть понятие подлинности которое нельзя нарушать всем понятно что вот вы приходите есть вот прием вот когда человек попал в Луэр увидел самое знаменитое произведение Леонардо да Винчи Джо Кондо а теперь представьте вы бозится же с ней там у него же состояние какое там же зачем взять новую написать или принц повесить это точно даже лучше вот Юрий Михайлович Лужков в Москве рассуждал точно так же потеряли массу зданий гостиницу Москва в Щусево снесли и сделали что-то похожее очень близко похожее но даже не копию того что есть то есть это не проект реставрации это Ростов-на-Дону планировка дома гиганта совершенно замечательный не дом гигант дом новый быт его тоже гигантом называли новый быт совершенно необычной структурой очень интересное пространство следующий кадр вот еще в начале 2000-х он выглядел вот так по улице Суворова может туда попасть посмотреть как это выглядит сейчас вот следующий кадр он говорит об этом всего лишь за 10 лет как только пошли деньги и перестали идти ограничения посмотрите оказывается какая культура всплывает со дна следующий следующий дом на Будённовском проспекте великолепное здание жилой дом комплекс архитектора Кондратьева это прямо стилистика американских небоскребов я называю это авангард я называю неконструктивным это арт-деко можно говорить отличайшее очень модное архитектурное течение в то время следующий кадр здесь игорный сериал это процесс строительства поэтому он сейчас вот видите забор а вот этот же кадр современный смотрите это памятник архитектуры вот он был вот эти кадры он точно в таком же был до начала двухтысячном я принимал участие в том чтобы его поставить на охрану мистерство культуры на охрану его поставило начал охранять давайте посмотрим как оно выглядит плохо видно сейчас может быть он отдельно не отключается светильник тут посмотрите вот его вот его состояние это жильцы которые здесь живут а многие из них сам парадокс они ценят эту архитектуру они знают об этом доме что кто-то прожил здесь 50 там 60 лет в этом здании следующий кадр ну это все его же касается вот знаете чудовищная просто вот и так везде причем выглядит любая архитектура так если нет запретов то выглядит любой современный только дом заселили он сразу становится похожим вот примерно на это следующий кадр это вы не поверите вот одна из замечательных функций вот я сейчас скажу это памятник архитектуры он не памятник он не стоит на охране но это фабрика кухни в городе шахты Ростовской области фабрика кухни это совершенно новый тип зданий который получил распространение в то время вот правда хочется снизить я бы закрыл глаза потому что там и восстанавливать я не знаю как она выглядела до этого следующий кадр ну это наверное многие узнали так абсолютно а это сзади зеленых архитектур это это тот самый памятник архитектуры федерального значения федерального уровня театр имени Горького Ростова-на-Дону сзади и так он сейчас пребывает уже 10-15 лет это зеленый театр бывший но это был это здание которое принадлежало это объем это 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 он но только сзади там как-то может быть юридически его видеть роща выросла следующий кадр это вот он выглядел так когда его построили в 30-е годы и что мы с ним сделали спустя там 80-90 лет следующий кадр я на нем хочу остановиться два слова сказать еще потому что здесь проблема во-первых и государственная и все-таки культурная здесь есть и то и другое один мой знакомый в общем медик по образованию получился он из Краснодарского края и он приехал в Ростов и первый раз когда увидел это здание знаете свадьба была у моих друзей и он был отец невесты и вот когда поехали ну я значит сразу экскурсию рассказываю я говорю а вот у нас тут памятник архитектуры шедевр значит так он так хи-хи я ему нету правда он мне не верит он еще громче начал смеяться когда я ему начал рассказывать уже какие-то там что-то про английский музей в котором макет этого здания у него гомерический смех начался человек совершенно не понимает театр не может так выглядеть как это трактор и театр и это вот проблема которая есть она как бы идет и снизу и сверху следующий и что делать с этим у меня есть знаете вот как бы что с этим делать дальше но это будет я в конце скажу два слова потому что у нас лекции к концу и сейчас в процессе мы работаем сейчас над книгой над созданием новой книги посвященной архитектуре юга России и вы знаете есть такое ощущение что можно только воссоздать и реконструировать этот фаст если это эту архитектуру если ее снимает профессиональный фотограф а он же является еще и художником когда она может выглядеть вот так следующий это башня Шухова между прочим знаменитого инженера но в Краснодаре следующий вот какие-то фрагменты хорошие ракурсы и работа фотошопа следующий тут просто несколько кадров таких красивых картинок это Октябрьский Иванов Кисловодский следующий один из бюветов тоже по-моему вот следующий ну и вот какие-то фрагменты детали и еще это крылья Севастополь дальше и следующий пример этого это знаете что-то самое поразительное лучше всего это архитектура сохранилась там в маленьких городах это вот я сейчас назову вы наверное не знаете такой город город Белореченск Краснодарского края ну да по этой причине так город совершенно небольшой это у них клуб железнодорожников в первозданном состоянии следующий кадр вот плохо видно то есть практически не видно ничего фабрика кухня в Тихорецке в Тихорецке она тоже в идеальном состоянии там даже печь подлинная конструктивистская она работает как столовая сейчас понимаете парадокс что у нас здания могут сохраняться только там в том месте где нет денег вот она существует вот только деньги немножко пошли сразу окна поменяли на металлопластик и таких примеров мы нашли много мы даже боимся а если это ее показывать ее уже тут же найдут и что-нибудь начнут с ней делать но вы знаете я реализовал такую мрачную картину на самом деле есть конечно какие-то отдельные подвижки вот библиотеку в Эперге я показывал с каким-то результатом можно в следующий кадр нажать и вы знаете я думаю что причина вот что я думаю что причина в общей культуре совершенно не просто население в том числе архитекторов что было в 20-е годы мы были передовой державой передовой мировой державой в области архитектуры одним из лидеров вот хан Магомедов сказал мы имели прекрасный шанс вырваться в лидеры если бы сами своими руками в начале 30-х годов это течение не прервали и этот же великий хан Магомедов всемирно известный ученый он сказал как-то одному другому моему знакомому и тот и другой намного старше меня тоже исследователю московскому когда тот занимался охраной этих памятников и что-то такие вещи какие-то дел он сказал ему зачем ты этим занимаешься я был поражен когда это услышал вот от того кому были обращены эти слова зачем ты этим занимаешься это никому здесь не нужно оно все равно все погибнет пиши книги пиши книги об этом делай издание и этим ты сохранишь о нем память вы знаете я бы не хотел бы на этом заканчивать вот как бы наше выступление потому что это совсем ситуация как бы трагическая и тупиковая я думаю знаете в чем причина в 20-е годы мы были лидерами а сейчас наша архитектура я сам архитектор выпускник архитектурного факультета поэтому я могу подговорить как бы о себе в том числе порядок причин мы далеко не лидеры сейчас мы и по технологиям потому что строится у нас в стране мы стоим лет на 40 и по идеям которые возникают у нас наших наши объекты они нигде практически не публикуются если эта ситуация каким-то образом будет переломлена если мы опять станем лидерами в области современной архитектуры я думаю поменяется и к этому эту архитектуру будет готово принимать общество что очень важно потому что во многих странах таких как Голландия там Германия они совершенно по-другому подготовлены к архитектуре и вообще в городской среде у них совершенно другие представления если мы вот изменим эту ситуацию то и ситуация с архитектурой модернизма тоже изменится в корне спасибо 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 спасибо